Этот выпуск будет эмоциональным, народ. И вроде я уже не первый год обозреваю бодибилдинг, за все это время вживую и на фото-видео, каких только атлетов с отличными ногами не повидал, и в принципе этим уже давно никого не удивишь. Хочешь быть конкурентом в современном культуризме, нужны мощные проработанные бедра, ну такие критерии. Но к такому меня жизнь просто не готовила. Канг Чен из Китая еще недавно сроду никому не был известен, но в последние дни о нем то и дело упоминают на западе. Его сравнивают с обладателями лучших ног в истории, и вы сами видите, что не просто так. Атлет действительно очень примечательный. Сегодня расскажу о нем больше, но прежде напомню, что партнер выпуска – букмекерская контора OneWin. Ставить или нет – решать, конечно, вам. Но если ты не прочь азарта и шанса поднять денег на любимом виде спорта, OneWin предлагает высокие коэффициенты, широкую линию ставок и быстрый вывод средств. Ссылку на контору я оставлю в описании. Кто в деле? Желаю взвешенных ставок и, конечно, крупных выигрышей. Но давайте все же вернемся к герою сегодняшнего выпуска. Итак, Канг Чен, хотя в инстаграм его имя значится как Брэнч Чен, и если я правильно понимаю его логику, то с ником он не прогадал. Мы все помним Брэнча Уоррена как обладателя просто безумных бедер, за которые он и получил прозвище Квадрозавр, и Чен в плане ног тоже безумно хорош. Эти размеры, глубина и деление просто из ряда вон, притом Канг взялся словно ниоткуда, хотя в железном спорте уже давно. Так он выглядел 7 лет назад, и эти снимки, кстати, к вопросу о том, что настолько огромные и проработанные ноги по щелчку не появляются, и за один день, и даже год не делаются. И даже 2013 год, согласитесь, и близко не те ноги, что сейчас. Но Чен явно не терял время зря, постепенно улучшался, и черт, какая же шикарная форма на этих снимках, и именно она в прошлом году принесла Кангу победу на чемпионате Азии в дивизионе классический бодибилдинг, и не умудрено, что парень взял и свою категорию, и абсолютку. Затем Чен получил прокарту, и буквально несколько дней назад он дебютировал в статусе профессионала на турнире в Новой Зеландии в категории, конечно, классик физик, и занял второе место. Да, не победил, но это только начало, и тем не менее, при росте 175 сантиметров Канг может похвастаться, повторюсь, уникально сложенными и к тому же отменно развитыми квадрицепсами, вакуумом, который так ценится в классе физик, хорошими руками и, в принципе, запоминающимся образом. Соглашусь, ноги явно номинируют, но все прошлые годы Чен упорно над ними работал, а именно много и по-разному приседал. Он знает толк в тяжелом приседе, при этом для него не проблема присесть 140 килограммов на 30 повторений, легендарный Том Платц одобрил бы, или и вовсе сбросить вес и проработать ноги максимально изолированно, знаете, на чувство. То, что качественный присед – залог хороших ног, это, конечно, не новость, но насколько же ярким подтверждением этой догмы является Чен? Его соревновательную форму вы уже наблюдали, а так Канг выглядит в межсезонье, когда весит примерно 95 кило. При этом я вот восторженно отзываюсь о герое выпуска, он меня действительно приятно впечатлил, но и у него, как по мне, я ведь не судья и не выступающий культурист, тоже есть слабые места. Если в передних позах, даже при условии некоторой диспропорции, уж больно развитые ноги, Канг явно впечатляет, то вот спина и задняя поверхность бедра явно требуют еще больше времени на доработку. Я говорю именно о времени, ведь покрепление мышц видно, что и спина у Чена также очень перспективна, нужно просто прибавить в массивности, ну а бицепс бедра при условии такой шикарной генетики низоатлета тоже наверняка станет лучше. Канг теперь все же профессионал и наверняка настроен исправить свои слабые зоны. При этом, друзья, как всегда, если вы со мной не согласны и придерживаетесь отличного от моего мнения, делитесь в комментариях, мы обсудим вместе. Ну а это все детали, чтобы мой обзор не вышел, ну скажем, односторонне восторженно. В целом же, как я уже упоминал, мне Ченка-катлет очень нравится, он выделяется, запоминается и бросается в глаза, и это в том числе залог успеха в Инстаграм. Еще недавно в его профиле подписчиков было, ну, раз-два и обчился, теперь уже под 30 тысяч, и это наверняка только начало. Тем более, что ссылку на его профиль я, разумеется, оставлю в описании, и, глядишь, и от меня еще аудитория Кангу добавится. Но это даже к лучшему, он заслужил. Итак, подводя итог, просто нереальные ноги, отличные руки и талия, вакуум в ту же копилку. Да, есть куда улучшаться, но уже сейчас, Чен на контракте у Labrada Nutrition дебютировал в Pro, он на слуху, и, надеюсь, еще даст жару соперникам в классик физик. Не сомневаюсь, что мой сегодняшний герой не оставил вас равнодушными, так что пишите в комментариях, как вам его ноги, и какие, по-вашему Учена, перспективы среди профессионалов в классик физик. Кто оценил мой выпуск и впечатлен бедрами Канга, ставьте свой массивный лайк под видео, ну и подписывайтесь на канал, друзья, тем самым вы только мотивируете меня повышать планку качества контента. Как всегда, всем спасибо за просмотр, и оставайтесь с Джооби Ченнел. Субтитры подогнал «Симон»!